Кроме того, мы еще, возможно, хотим увеличивать наш train-датасет за счет агументации. Агументация – это способы из одной картинки сделать сразу много. Давайте представим себе тарелку чистую и грязную. Правда же, что ее класс не изменится от того, что мы отзеркалим ее, например, относительно горизонтали или вертикали. Соответственно, мы можем получить больший датасет, если будем отражать наши изображения относительно вертикали и относительно горизонтали. Может быть, и относительно первого и второго. А кроме того, мы можем, например, делать некоторые повороты этих изображений на случайный угол. А можно придумать еще очень много всего с разными изменениями цветов изображения. Или, возможно, с разными вырезаниями некоторых участков изображений. За вырезание участков изображения отвечает трансформация random-sized crop. То есть, она из изображения вырежет некоторый прямоугольничек. Мы можем задать его параметры, если допишем сюда аргументов. А после этого этот вырезанный прямоугольник от резайзи до размера 224. Кроме того, мы сделаем вот это отзеркаливание относительно горизонтали. Превратим изображение в тензор и точно так же отнормируем, чтобы оно было похоже на те изображения, на которых у нас обучался ResNet. Вот такие у нас есть трансформации в трейне. Вы можете придумать свои. Вы можете посмотреть, какие трансформации, в принципе, предоставляет PyTorch. Есть очень много сторонних библиотек, которые позволяют делать совершенно разные трансформации с изображениями. И это очень здорово, потому что у нас датасет трейновый маленький. Возможно, там каких-то тарелок нет. Может быть, там, например, нет красных тарелок, есть зеленые. Поэтому, инвертируя каналы, мы можем получать различные цвета тарелок, при этом имея всего 40 изображений в трейновом датасете. И если мы эти трансформации переложим в ImageFolder как аргумент, то тогда наш ImageFolder будет делать эти трансформации и отдавать нам тензоры уже от трансформированных изображений. То есть, вот, например, случайным образом вырезать прямоугольники, случайным образом отражать наше изображение. Спасибо.